Всем привет! Сегодня мы поговорим о косметике. Долгожданное видео, так что наливайте чаек, кофеек, отдыхайте вместе со мной. Расскажу вам о моих последних недавних покупках и будет уход, немножко декоративки совсем чуть-чуть и три прекрасных, роскошных парфюма. Итак, давайте приступим. Давайте я начну с ухода. Для волос я приобрела маску от Davinos 250 мл. Для деструктивных, для, в общем, восстанавливающая маска, для поврежденных волос, реконструкции и восстановления их. А стандартная маска белого цвета пахнет, вот знаете, она пахнет на самом деле аромат каких-то растений, как будто бы сухая, скошенная трава, сеном пахнет. Поэтому, кстати, здесь тут и лошадка в травке, видите, нарисована, но у меня, когда я помою ее волосы, ну, то есть воспользуюсь ею для волос, потом ощущение, что они каким-то конским потом пахнут. Это моя чистая ассоциация, возможно. Ну, вот для меня реально каким-то запахом, блин, пота лошади, она пахнет, офигеть реклама. Короче, волосы восстанавливает, как и все хорошие маски от Davinos. То есть мне все средства от Davinos нравятся. И даже я подумываю повторить покупку вот этого молочка в черной бутылочке для волос, для расчесывания. Не знаю, я не особо поняла его смысла работы, но девчонки хвалили и так далее. И я, когда она у меня закончилась, я как-то почувствовала, что что-то не хватает. Тема волос продолжается. Вот такое хочу вам посоветовать средство более бюджетное, дешевое, но очень хорошее. Это Olin Perfect Hair 15 в 1 Live-in Cream Spray. А, на русском есть. Несмываемый крем-спрей. Это только, я посоветую для тех, у кого проблемы с расчесыванием волос, как у меня, у кого они путаются. Трудно расчесать или они там, такая у них структура. В общем, это в хорошем жидком формате, небольшие такие силикончики, которые позволяют вам смягчить, придать шелковистость волосам и хорошо их без повреждений расчесать после мытья. Я когда-то показывала мое самое любимое средство на Культ Бьюти, продает Куаи. Оно и в Сифоре есть, но в турецкой Сифоре в большом формате, не только в маленьком спреи. В Сифоре оно тоже есть для расчесывания. Там прекрасный аромат хорошего парфюма, такого дорогого, нишевого. И оно хорошо расчесывает волосы. Вот это бюджетный аналог. Мне это средство очень понравилось. Я его могу рекомендовать. Прямо пила вот такой тоник от Аравия. Омолаживающий тоник с коллагеном и комплексом аминокислот. Ни на какое омоложение я не рассчитываю, конечно же. Просто мне нравится косметика Аравия. Это у них очень просто... Не вся, сразу скажу. Но у них очень много всего достойного. Хорошее, классное. Я больше скажу, это соответствие цена и качество. Прекрасно вообще. Ну, такой легкий, немножко цветочный аромат стандартный. Не могу сказать, что это супер какой-то тоник. Он что-то делает. Естественно, он супер не омолаживает. Но как тоник, если вы не знаете, какой приобрести, это классно. Вот это уровень. Мне нравятся тоники Клоранс, например. Очень хорошие. Особенно зеленые их люблю, тоник. Мои любимые. Вот это на уровне с Клорансом. Но нравится. Мне очень заходит. Это мой не первый тоник от Аравия. До этого у меня была серия с... Зелененькая она там, да, для проблемной кожи, акне и всего прочего. Он слишком сущущим для меня стал. У меня кожа такая комбинированная в зимний период. Вот на лето он мне бы хорошо заходил. На зимний период сушит. Поэтому я приобрела вот такой тоник. Очень нравится. Неплохой. Но сразу говорю, все, что тут описано, он на самом деле не делает. А теперь покупка у меня спонтанная. Была блогерами, которые на Ютьюбе или там Инстаграмах всяких. Ди Альба. Я так поняла, что это корейская косметика. Тут все по-корейски сзади. Красивая упаковка. Но это большое разочарование. Я сразу скажу тем, кто фанаты, кому нравится. Это индивидуальная история. Мне это категорически не понравилось. Сейчас расскажу, почему. Возможно, я попробовала не супер много средств. Но вот у меня их два средства. И у меня на них абсолютно одинаковый вывод. Я вам сейчас о нем расскажу, почему мне это не понравилось. Это тот случай, когда потраченные деньги не стоят того качества, которое, скажем так, должно быть в этих банках за эти средства. Вот, например, Аравия. Цена качества соответствует. Вот этот спрей Олин. Цена качества соответствует. Давина смазка. Цена качества соответствует. Вот это не соответствует. Мое мнение, цена завышена. Давайте начнем с крема для рук. Такая вот, кажется, ерунда, мелочь. Я не помню, сколько он стоит. Посмотрю, может быть, тут вам напишу. 30 мл всего лишь крем для рук. Сразу говорю, когда я даже взяла в руки. Очень красиво это со стороны. Я просто на монитор отсюда смотрю, чтобы он в кадр попадало. Это красиво смотрится. На самом деле, это очень дешевая упаковка. Это обычный тюбик для крема, как все. Дешевая пластмассовая эта крышка. Крем трэш. Когда я это просто взяла, я такая, что это реально? Просто реклама этого идет как, ну, не прям люкс. Да, но что-то какой-то сегмент такой, типа, выше масс-маркета, но не до люкс. Некоторые у них позиции, если без скидок реальную, типа, цену, смотрите, она всегда на скидках всяких, то там вообще ни разу не бюджет, как бы, да, люксовые цены, там, всякие пшикалки, кремы для лица, там, по 5 тысяч рублей, как бы, алло, по полторы-две тысячи лир. В общем, что я чувствую сразу? Раз, аромат пудровый, дешманский. И знаете, это один в один аромат. Знаете, что у нас было? Пудра в 90-е и начале 2000-х я вроде уже не стала. Я постараюсь найти ее фотку, вам ставлю, в фиолетовой такой банке. Вот этот настолько один в один аромат какой-то и пудра. Чистая вот эта дешевая пудра. Про крем. Простая такая белая консистенция. С чем, если у меня спросите, сравниваю, и вот мне он не нравится. Я всегда обожаю. Самый лучший крем для рук – это Ла Сита. Все. Мне они очень нравятся. Мне эти структуры и так далее, ароматы. Аромат отвратительный. Я такая раз, и это просто крем какой-то, знаете, балет, чистая линия. Вот то же самое. Куча-куча силиконов, которые вот сейчас мою руку обволакивают. Прилипания никакого нет. Аромат вот этот пудры отвратительный. Я просто, может быть, окей, не люблю. Пудра вообще не мой аромат, вот по-честному. В парфюмах в том числе. Но он такой очень стойкий. И прямо возле лица это не очень приятно. Я вот этот крем-то пользуюсь. С удовольствием потом выкину. Повторять никогда не буду. Помимо этого, они мне положили в покупку много пробников. Умывалка. Умывалка. А, это все умывалки. Еще не пробовала ни одного. Попробую обязательно. Думаю, что, скорее всего, не захочется в них покупать. И купила патчи. Патчи по цене стоят, как мои любимые сифоры патчологи. Также они на Кульбюте продаются. Здесь у нас в банке стандартный набор. Обычная пластмассовая банка. Очень красивое сочетание вот этого шрифта, золотых букв и белого цвета. То есть маркетинг работает хорошо у компании-маркетолог. Что у нас здесь? Приятная крышечка. Она вот так вот красиво тут все лежала. Окей. Стандартная банка, как у всех патчей. Даже корейских, там, за тысячу рублей. И за пятьсот. Аромат. Опять это пудра. Я понимаю, что это будет аромат во всей их косметике, в их линиях и так далее. Узнаваемый. Это их должен быть штрих-компаний. Но здесь оно маленько-маленько совсем ощущается. Обычные патчи. Я просто скажу. Чудес они не творят. Липкости никакой нет. Стандартные обычные патчи. Ничем не отличающиеся от патчей, которые стоят в два раза дешевле, чем эти. И своей цены не стоят. Абсолютно. Как и все. У меня возникает вопрос. Я вообще покрутила, повертела, не стала покупать их сыворотку для лица с маслом, которая... Потому что, ну, у меня, может быть, комедоны какие-нибудь соскочить, потому что она закупорит поры. Мне масло вообще не рекомендовано. Для моей кожи, но для сухой. Но тем не менее, я беру в руки, это пластик, а не стекло. Крышка, это дешевый пластик. Красивое обрамление, красивые буквы. Но это дешевое сырье, это чувствуется. Вот этот пудровый фузоаромат ужасный вообще. Очень дешманит всю эту историю. У меня вопрос. Кто им этим пользуется? И кому нравится? Что вам там нравится? То есть, я имею в виду, это хорошая, middle, может быть, сегмента косметика, но она своей цены, такой завышенной, не стоит. Вообще. Чего там такого особенного? Я вообще не поняла. И, возможно, это купленные обзоры. Вот у меня вывод такой. Вот этому Диальбо в интернете у блогеров. Потому что я не узнала от блогеров. Все очень хвалят. Ну, конечно, скажу, сухой кожей, кто, да, там, потому что масел много в всяких кремах и так далее. Я вот так попробовала самые нейтральные продукты, и мне вообще все не понравились. Какая-то фигня вообще. То есть, я к тому, что это окей, но это эконом-вариант такой, как бы, а-ля крем болеет. Вот обычные патчи корейские. Просто баночку покрасивее сделали, но она такая же дешевая остается. И ценник дорогой поставили. И толкают, как люкс какой-то. Дофига они денег потратили, видимо, на рекламу купленных у блогеров, поэтому надо бабки отбивать. И цена такая у них не низкая у этой косметики. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, напишите. Я к тому не говорю, что это прям убого и ужасное, а к тому, что это не соответствует ценное качество вообще. Можно за эти деньги получше что-нибудь купить. Теперь немножко о красоте. Купила себе вот такую шкатулку. Я очень люблю такие вещи. Она простая такая. Не знаю, что я в ней буду хранить. Подумала, может быть, эти миниатюрки, пробники и парфюмов у меня всегда с покупками есть, поэтому мне надо куда-то их складывать. Приятная вещь, просто себе на память. Красивая. Еще другие картины есть. Я тоже думаю заказать. Деревянная шкатулка. А также у меня есть, например, красивые полотенца из Беларуси. Ручной вышивки мне девочка из Беларуси подарила. В общем, люблю такие мотивы разных наших постсоветских стран и так далее. В общем, как-нибудь пристой в плане косметики что-то буду туда складывать. Не знаю еще что. Украшения нет. Знаете, было бы круто, если бы здесь было не покрашено, а бархатная внутри была ткань красного цвета. Это было бы просто, это было бы просто шикарно. Но так, в принципе, неплохо. Карандаши. Карандаши для глаз. Китайские или корейские. Ла Мэй Ла называется. Это они в одном цвете. Это для блондинок. Сразу говорю, карандаш очень тонкий. Хороший, не коричневый, холодный оттенок. Его очень здесь мало. Прям просто один грамм, наверное. Быстро заканчивается. Поэтому сразу несколько покупаю. Но рисует просто потрясающе. Ааа, блин, сломался. Он какой-то сухенький в этот раз. Он твердо сухенький. Его и так там мало, блин. Сейчас порисуем. Видите, он очень-очень тонко рисует. Просто круто. На него посильнее надо давить. Он суховатый. Но он хорошо прилипает, как бы, да, проплешины какие-то формы создает. Прекрасный, очень хороший, бюджетный, дешевый карандаш. Ну, как дешевый, знаете, там его и очень мало. Будем по-честному. Заканчивается он очень быстро. Но пользоваться им очень приятно. Приобрела для сравнения я этот гель для бровей от Пуси в банке. Что хочу сказать? Я его хочу сравнить отдельно потом, когда попользуюсь побольше. Потому что я сейчас пользуюсь другим, сейчас вам расскажу. С Анастасией Беверли-Хиллз. Мне хочется понять, является ли он ей аналогом. Но сразу уже поняла, что у них есть большая разница. Потому что это средство жидкое. Оно такое же, как в... Сейчас покажу вот в таком, да, формате. То же самое средство. Просто налито в банку. Другая форма, без аппликатора. Кстати, щеточку мне не положили. Не знаю почему. Я думала, что она там должна быть. Смотрите. Так, это очень интересный момент. Пахнет точно. Вообще не напоминает какой-то парфюм люксовый. Вообще клей напоминает, естественно. Который есть в составе ПВА. Ну, какой-то парфюм. Вот она. Так я чуть-чуть набрала. Это, в общем, гель такой. Но у Анастасии Беверли-Хиллз уже разница. Там не гель у нее, у нее воск чистый. Который превращается в гель. Короче, он, вот он. И быстренько разносится, размазывается. Тонким становится. Вот так вот он вообще не липкий. Чуть-чуть липкий. Не сильно супер мега клеистый. Короче, хорошее средство. Все нормально. Распробуем, посмотрим. Но я уже не вижу смысла его сравнивать с Анастасией. Потому что это уже разные форматы. В принципе, просто разные. Объединяет то, что это в банке. Но это разные продукты. Но Анастасия железобетонно держит, фиксирует шайбочкой. Это, думаю, тоже. Сохранила я до сих пор вот этот формат. Ведь там уже вообще ничего не осталось на дне. Для того, чтобы сравнить с вот этим. Смотрите, как они похожи. Я прекрасно понимаю, что эти два средства сделали на одной фабрике. Посмотрите, насколько они похожи. Здесь вот эта пимпочка. Абсолютно одинаковая поверхность. Шершавенькая, силиконовая. Абсолютно одинаковая разница, только в размере немножко. Вы посмотрите. Чуть-чуть здесь у нас побольше баночка. Ой, я эту руку закрыла и показываю вам. Смотрите. Здесь крышечку чуть-чуть побольше сделали, повыше. Она вообще никакой разницы не несет. И здесь баночка у нас побольше. Но... А ну-ка, послушайте. И пошире. Кажется, что вот этот пошире немножко флакончик. Но по факту дно просто очень похоже, одинаковое. Что у нас здесь? Это гель для бровей от Самойловой Сэми Бьюти. Я его специально заказала для того, чтобы сравнить с этим. Когда я увидела в Инстаграме, мне реклама вышла, я подумала, блин, надо купить, чтобы просто сравнить, одинаково это или нет. У них ценовой сегмент одинаковый. Они просто как два брата-близнеца. Да, сразу скажу, я заказывала с официального ее сайта. Заказала я два геля для бровей, пришел один. Там какая-то акция, что-то подарки, или я, как поняла, у них всегда они есть, неважно. В общем, я заказала гель для бровей, там в подарок какой-то гель для душ или что-то такое было. В общем, короче, я заказала их два в разных посылках, они у меня были. Мне пришла посылка, подарок пришел, а гель нет. И вторая посылка пришла, подарок пришел, отдельная коробка, а гель, а внутри нет. Я им пишу в техподдержку, на каждой из своих заказов. Говорю, девочки, спасибо, конечно, за подарок, но вообще-то гель для бровей заказывала. Мне-то ваша гель для душа вообще не вперёд с ней в одно место. Где моё средство? Извинились, оперативно ответили, быстро отправили. Один. А второй так и идёт до сих пор. Вообще, его не отправили. Вот этот дошёл, я уж плюнула, короче, господи, ладно. Мне чисто для обзора попользоваться. Но если бы я, например, переживала за свои там сколько там, 500-600 рублей оплаченных, мне было бы не очень приятно. Минус ещё отдельно доставку. Мне пришлось оплачивать сверху накиды. Так что он мне где-то в 1000 рублей вышел, наверное. Но это был эксперимент чисто для видео. Так как бы, не знаю, где их заказывают и покупают. Если с сайта, это имейте в виду там про доставку такие моменты. То есть, здесь написано гель для укладки бровей. Боже мой, здесь у этого Пусси написано то же самое и знаки. Одно и то же, короче, просто. 5 мл у Пусси написано, а у Сэми 6 мл. Хотя вот эта банка вроде по-разному размер. В общем, разница какая. Смотрите, насколько похожи щётки. Два родственника просто, смотрите. Ну, какая разница в том, что у Сэми Бьюти она вот эта плотная и твёрдая не сгибается. А здесь она у нас ходуном ходит. Вот это всё загибалки с плотными твёрдыми бровями. Это трудно делать с этим. Они щётко гнётся. Это упругое, устойчивое. Гель для бровей рекомендую. Он классный, хорошо, железобетонно держит, точно так же, как и Пусси. Они два брата-близнеца. Сделаны, скорее всего, по одной формуле. На одном заводе одинаковые банки, просто разные надписи. Аромат отличается. Здесь небольшая отдушка какая-то цветочная, приятная. Здесь больше клеем воняет, сразу говорю. Даже больше скажу, вот мне импонируют холодные оттенки. Это больше моё. Вот мне это средство на данный момент нравится чуть больше. И теперь переходим к парфюмерии. Тем, кто долго ждал. Я повторила покупку свою с лета. Я вам до этого показывала. Здесь у меня 50 мл. Такие же 50 я вылила на себя за 3 месяца летних. И сентябрь чуть захватила. Это мой парфюм на лето. Это Forbidden Games от Killian. Попсовые, знаменитые. Многие им пользуются. О, боже. Это вот аромат моего прошедшего лета. Для меня это лёгкий летний аромат. Белые цветы. Что мне нравится в таких ароматах? Это вот он. Amoage Honor у меня есть. Тоже в такая же белую упаковку. Это белые цветы. И Meliora. Белая. Вот тоже самое. Белые цветы. У них даже композиции очень похожи у пирамиды. Убожает. Я это обожаю. Здесь без комментариев. Всем рекомендую, кто любит лёгкое. У него в чём класс? У него стойкость хорошая. Лёгкий, благородный, белые цветы. Лёгкость, ненавязчивость и запоминается. При этом он вот этой лёгкостью своей, дороговизной в аромате, он не тяжелит этот запах старой тётки какой-то богатой, которая есть бабки на парфюм. Не то, не то. Он такой лёгкий. Он вообще, я считаю, 25 лет и до бесконечности. Он подходит очень многим. Это для любителей, чисто парфюм для любителей белых цветов. Всякие там, знаете, колокольчики, просто белые цветы, там, я не знаю, одуванчики. Вот эта вся тема белая. Белая роза чуть-чуть. Это всё вот такие белые парфюмы. Это моё любимое направление. Белые цветы в парфюмерии и роза. Моё тоже любимое направление, но без пудры. Не пудровая роза, а чистая роза. Сейчас про это ещё поговорим. Кстати, в Турции это Bayman. Магазин онлайн можно купить. Мне положили Elisab La Parfume Essential. Там есть разные моменты, у них разные подразделения. У Elisab вот этого парфюма. Это Ascension. Это тоже белые цветы, но, скажем так, в эконом-варианте. Это масс-маркет, вот это, ну окей, это называется люксовый тип сегмент. Это нишевая парфюмерия, а это люксовые там всякие, типа там Lancome и так далее, да, прочее. Вот это потрясающая композиция. Знаете, что это? Я бы сказала, вот у кого жаба глушит миллиору купить, как бы, ну она дорогая. Сейчас у меня правда дорого в золотом яблоке стоит, если она там вообще есть. Вот это клёвая альтернатива Elisab. Я вам найду пирамиды у миллиоры, и Elisab я вам их здесь вставлю обязательно. Они очень похожие. Чуть-чуть разнятся Elisab более ванильный. Немножко больше, чуть-чуть древесности. Но он такой же лёгкий, это опять же к истории подразделению белых цветов аромат. Странная покупка, сейчас про неё расскажу, как я к ней пришла. Это для коллекции больше всего. Я и раньше, и всегда, это видео говорю, у меня парфюм, запах какой-то, аромат. Это всегда ассоциация с событиями, с людьми, с какими-то сюжетами в жизни, с обстоятельствами. Это Tom Ford Rose de Rousie, 50 мл. Почему купила для себя? Сразу скажу, потому что это коллекционная вещь, её сразу же сняли с производства, как она только вышла, потому что началась война. Видите, какое здесь название, условно, запах России. Взяла себе в коллекцию, чисто чтобы было, потому что этого уже никогда не будет, и его цена будет дорожать, естественно, всегда. Так, смотрите, что я здесь хочу отметить. Странный парфюм. Как я к нему пришла? Лично для меня это сейчас пахнет мхом, плесенью, можжевельником и сосной какой-то. Но на самом деле там есть роза. Когда это, скажем так, выветривается, это чисто зимний, для Турции это зимний парфюм сто процентов, для холодного времени года. Летом вообще это будет чистое удушье. Именно хорошо на мне сидит прям в холодную погоду. Вот на днях 0, плюс 4, прям морозьяк такой прекрасно согревает. Я бы сказала, для меня это аромат леса, мх, можжевельник и так далее. Как вообще, почему я его купила? Я сказала, для коллекции иногда могу им попользоваться, чисто у меня всегда останется, я от него сбавляться не захочу. Это память. Память для меня связана с человеком. Я встречалась, может вы, кто старички на Ютьюбе и старички моего канала, Каролина Жарко. Помните, если блогер такой, она жила в Японии, она уже там не живет, уехала. Сейчас она переехала и живет в Нью-Йорке. Мы с ней встречались, и это парфюм, который был на ней в то время, она им пользовалась. И я у нее чувствовала, это была холодная погода, и у нее я его почувствовала как очень дорогую раскрывшуюся розу на другом человеке. Я думаю, что этот аромат смешался с ее кожей, ее личным ароматом, тело этого человека. Он чувствуется по-другому. На мне это можжевельник, на мне это мох, на мне это вот такой дождливый лес, короче, в котором пахнет какой-то плесенью, устаем и так далее. Ну, в хорошем смысле. В общем, это напоминание, меня нас подвигло на... Как бы я узнала историю этого парфюма, аромат мне понравился на ней, и когда я его случайно увидела на остатках в продаже онлайн, я его приобрела для себя. В общем, такое знаковое будет мне о Каролине напоминать. Просто мое все. Спасибо моей знакомой, которая меня с ним познакомила. Это Рожа, Энигма, парфюм. Какой красивый здесь инхрустация камнями. Это тоже Бэйман в Турции. Он у нас здесь небольшой, 50 миллилитров, что у нас здесь написано, Рожа парфюмс холдингс лимитед. Это из Англии. Он, кстати, в Бэймане из Англии привезены они. Боже, я... Это просто шик. Это дорогой, шикарный, тяжелый, сладкий, ванильный где-то. У каждого он раскрывается по-своему. Просто шикарный парфюм. Но, видите, даже здесь упаковка, вид его. Это парфюм для тет таких среднего возраста и постарше, явно не там для девочек до 30 лет. Почему? В нем есть статусность, в нем есть шик, в нем есть вот это... Это тяжелый люкс, короче, да? Не all... Это old money. Это такая старые бабки. Вся вот эта история. Потрясающая. Вообще, когда я с ним познакомилась, у знакомого почувствовала для меня... Это прошлой зимой был зимний парфюм. Для меня это был парфюм, напоминающий кока-колу какую-то, сладость и так далее, ваниль. Есть в нем эта история. Потрясающая. Нечего сказать. Сначала моему мужу он не очень понравился. Когда я им воспользовалась, его приобрела, он мне сказал, хм, какой-то взрослой женщиной пахнет. Что это такое? Я говорю, хочу тебя разочаровать. Взрослой женщиной теперь дома будет пахнуть всегда. Он очень стойкий, на одежде держится реально до стирки. вообще рожа. Вот 51 я приобрела вот эта Энигма. Это вообще одно из лучших. Я планирую дальше, скажем так, изучать этот бренд. Он мне очень прям со мной сливается. Мне кайфово. Я это обожаю. Я вижу этот аромат на девушках среднего возраста. Ну, типа там от 30 лет до 50, например. Почему? Вот это тот момент активности, статусности. Короче, очень крутой аромат, да? Если мы его используем по старшему возрасту, он может утяжелять, он может подчеркивать, например, возраст. Или наоборот стареть как-то. У него есть такие нотки вот в этой ваниле. Это непростая ваниль, а очень сложная. То есть он может подчеркивать твою индивидуальность и молодость своей статусностью, а может утяжелять. Вот так бы я его охарактеризовала. Однозначно парфюм не дешевый, это нишевая парфюмерия. Я бы советовала перед покупкой его тестить. Я сначала попробовала у знакомой, потом я нашла его в миниатюре, я приобрела, попользовалась, там 10 мл. Я разносила, поняла, что это мое, и затем я его приобрела. То есть наша любовь, мои коллекции, новое пополнение очень ему рада. Вот такие мои косметические покупки за последнее время. Пишите в комментариях, чем-то из того, что я сегодня вам показывала. От чистой души мои искреннее ревью на косметику нигде не привираю, потому что за все плачу сама, никакой рекламы здесь нет. Чисто искреннее мнение. Надеюсь, что-то из этого, из моих рекомендаций вам подходит, вы этим воспользуетесь. Для меня это самая лучшая, скажем так, благодарность. Ставьте лайки этому видео. Соответственно, чем больше будет просмотров, тем больше стимула снять следующую часть о моих каких-то покупках косметики. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...